Больше смотреть на мяч. Ага. Отличный удар. Вот этот удар пока не очень даётся мне с краю. А вот такой... Ага, далеко отхожу, далеко. Я даже начинаю по мячу попадать. Раза четыре подряд. Это на самом деле, вот с твоим коллегой, такого не... Для первого раза у вас прям очень хорошо получается. Вот такой нехитрый процесс по-английски называется «сквош». Переводится как «сжимать» или «расплющивать». Пару веков назад слово дало название игре. Это новый выпуск программы «Курс молодого спортсмена», где мы с помощью вот такого мяча будем учиться играть в сквош. Всем привет! Усаживайтесь поудобнее. Мы начинаем. Мест Василий Бакуменко. Я в сквош довольно давно по местным меркам. Являюсь победителем чемпионата края, Кубка края и участник всероссийских турниров по сквошу. Лежнин Никита. Я являюсь тренером по сквошу. Играю с открытия кортов здесь у нас в спортпарке. Это уже три с половиной года. И тренирую. Меня зовут Арнагиняна Ирина. Сквошу занимаюсь уже года полтора плотно. Сначала пришла, как и все, наверное, просто попробовать, потому что никогда не слышала, не знала. Из любопытства втянулась и вот скажу, не прекращаюсь. Вижу, как растет сообщество. Интерес только возрастает. Первое, что бросается в глаза, это форма. Она другая, она не совсем теннисная, а такая более каплевидная, что ли. С чем это связано? Почему нельзя играть простыми теннисными ракетками? Теннисные ракетки тяжелее значительно. Ракетки для сквоша отличаются тем, что они полегче. Меньше немного площадь, контакт с мячом и отличаются мячи. Игра довольно похожа по правилам на теннис, но здесь два игрока находятся рядом друг с другом, контактируют, и ведется игра в стенку фронтальную. То есть не надо перебивать, а играть только во фронтальную стенку. Мы должны полностью подготовить тело к нагрузке. Сначала общеразвивающее упражнение, побегаем, затем динамичная растяжка и переходим уже к специальным разминающим сквош-упражнению. Давайте приступим. Все, мы размялись, можно брать ракетки. Они действительно полегче, чем теннисные. Очень важно держать ракетку правильно. Так, берем ее вертикально. Фаланга этой пальцем указательного. Правой рукой, правой рукой. Рапша? Да. Вот, и прикладываемся в руку лепку. Я вижу здесь разметку какую-то. Что это за квадраты? Расскажите, вообще сколько здесь, кстати говоря, метров? Здесь ширина 6,40 метров на 10 метров, грубо говоря. Это стандарт. Это стандартный корт, да. Разметка на полу, она существует для того, чтобы начать игру для подачи. Так. Один игрок находится подающий в малом квадрате обязательно, с мячом. Так. А второй игрок находится в удобном положении для приема-подачи. Задача подающий игрок бьет выше средней линии на фронтальной стене, и мяч должен по воздуху залететь в большой квадрат соперника. Мы же жребий должны кидать. Да, конечно. Как этот жребий как-то выглядит, как принято? В основном все крутят ракетку. Так. Вот. У вас лучше всего картинка. Хорошо. Буква Т. Да. А вот так будет не Т. Хорошо. Что дальше? Выбираете, да, а я крутану как раз. Давай. Т, не Т. Не Т. Все, отлично. Ставлю и крутим. Показываем, что не Т. Не Т. И начинаем. Значит, я подаю. А, кстати, до скольки очков это все происходит? Сколько партий? Играется до трех побед. Так. До 11 очков в одном сете. Хорошо. И мы по очереди можем так уже начинать бить. Хорошо. А вы подбрасываете или бьете сначала перед первой подачей? Как это? Надо слету подавать. А, только слету. Можно из шести лет заниматься, но рекомендуют с восьми уже более активно. Пик возраста, такой градации нет. Много сейчас уделяют внимание юниорскому спорту, развитию схвоша в России. С пятнадцати лет можно участвовать во взрослых турнирах, чемпионат России, кубок России. Федерация появилась в прошлом году, в начале года. В прошлом году, в ноябре мы провели чемпионат Краснодарского края. И по результату сформировали сборную и уже съездили на чемпионат России по спорту. Три человека официально приняли участие. Вот, Василий, он чемпион края. Также Григорьев Игорь из Сочи тоже приезжает к нам на соревнования. И я уже участвовал. Мало людей вообще сначала у нас играло, потому что не знали ни правил, ни вообще, что это за просто стены и стекло. Все думали, что это для тенниса какая-то разминка. На самом деле это вообще не так полностью. А остальное все полностью другое и намного энергозатратнее, чем теннис. Вот мы сейчас с вами играем, мы же можем себя представить бизнесменами, которые какую-то сделку сейчас собирают. ВОЖ очень сильно объединяет предпринимателей, потому что всего лишь час нахождения на корте можно потратить от тысяч калорий. Поэтому те, кто ценит время свое, можно прийти и довольно быстро получить нагрузку, азарт. И это очень хорошее вообще в целом комьюнити, которое уже развивается в России. Многие, и основываясь на этом, тоже интересуются с Квошем. Это очень развито на самом деле. Часто бизнесмены приходят, играют и после за кортом подписывают какие-то документы. Интересно, а в России это уже происходит? Да, в России это тоже уже развито. Существует три легенды возникновения с Квоша, которые сходятся в одном. Теннисисты придумали его из-за неудобств. Возможно, это были школьники, которым не хватало кортов. Возможно, английские заключенные. Есть также версия, что ракетки в руки взяли британские переселенцы в корабельных трюмах. Как бы то ни было, сейчас Квош покоряет весь мир. И Россия в этом плане не исключение. Изначально Квош это такой элитный вид спорта. А почему, кстати, он был элитный? Вот кажется, что никаких дорогих инструментов у нас нет. Да, но раньше он, когда появился в школе Хэру, это была частная школа, где играли теннисисты. Им не хватало же кортов, и они начали стены заполнять и играть. Потом придумали немножко правила, линии и так далее. Я готовился к программе, нашел картинку, где в разрез идет Титаник. Мне кажется, ты видел ее. Да, конечно. Это как думаешь, это правда? Да, это правда. И на этом Титанике погиб один из самых перспективных игроков в то время. 24-летний, он и тренер, и игрок был. На него были большие надежды, полагались. Про игру в таких значимых местах мировых. Я знаю, что коробки специальные ставят, специальные корты. Что вам про это известно? Ну, на самом деле, стеклянные корты, если быть точными, да, они не очень сложны в монтаже и транспортируются в разные места, в разные локации. Допустим, в Нью-Йорке на вокзале ставят корты возле Египетских пирамид, популярное место. И это привлекает очень большое количество зрителей. Можно посмотреть, так как это стеклянный корт, и сбоку на игру, и с задней части корта. Это интересно, зрелищно. Открываются новые ракурсы, по-другому видно все движения. В чем кайп сквоша? Как вот душа тебе говорит? Кайп сквоша – это в том, что это универсальный вид спорта. Ты должен быть таким бегуном, как атлет на 100 метров. Ты должен быть выносливым, как марафонец, при этом гибкий, как, не знаю, ну, какой-то из спорт, игр, там, футбол, баскетбол, гибкость должна присутствовать. И думать, как в шахматах. Вот это самое главное, наверное, раскошь. Ты должен на шаг впереди быть соперником. А нужно ли вот как-то силы распределять? Есть ли тут какая-то тактика, вот когда ты играешь в профессиональный матч какой-то, или вот пока есть силы, пока играешь? Нет, нет, ну, как говорят, что это отчасти шахматы. О, расскажи. Не только лупить нужно, но, как бы, какой-то тактикой руководствоваться. Игра очень азартная, динамичная, заставляет думать, заставляет включать максимальное количество мышц в процессе игры. Довольно весело, интересно. И всем очень быстро она нравится начинает. Потому что простое усвоение, простые правила, и можно уже на первой тренировке начать полноценно играть. Ну, вот вообще ощущение, что, я бы сказал, там, довольно простые правила. Да, да, да. В кардионагрузке, ну, действительно, ты бегаешь, вот, ощущения такие, ну, работает организм на полную. Ну, и эмоции большие. Вот три таких, три кита, три столпа сквоша, вот согласны? Да, в этом и кайп сквоша, что мы приходим, можем с первой тренировки начать играть. То есть, ну, тренер нам объяснил правила самые простые. И игрок сразу начинает играть. И кардио, оно очень мощное, но ты на себе не чувствуешь так, как ты в игре. Мы даже замеряли, что тратится вплоть до, там, 1200 калорий за одну тренировку. Вот, и я думаю, что да, для многих это, конечно, поприятнее, чем ходить в зал. В зал все-таки скучно самому, а здесь с другими людьми, опять же, соревновательный момент. Ну, да. Играем. Вот, отлично, отлично. Останавливайся и смотри на мячик. Чуть-чуть больше дистанцию до мяча, чтобы учитывать, что есть длина ракетки и длина руки. Так будет намного легче. Больше смотреть на мяч. Ага. Отличный удар. О! Здесь был шанс, что соперник не догонит, да? Да, конечно, это было очень сложно. В Коснодаре занимаются именно как спортом. От 30 до 50 человек на текущий момент на разных уровнях. И разные возраста. То есть есть также категория мастер-света. От 40 лет, то есть могут участвовать. У нас самому старшему как раз игроку 59 лет, который занимается. И он пришел буквально в начале этого года и уже, в принципе, играет. Как человеку простому попасть вот в это комьюнити, да, чтобы разделить вот это удовольствие с вами? Ну, пару лет, как активно стало развиваться сквошь у нас. Все ограничено, конечно, местом для занятий. Нужны специальные корты. У нас они представлены на территории парка Краснодара. И здесь есть 4 корта. Можно забронировать, прийти, поиграть. Есть контакты тренеров, с кем можно будет связаться, если будет в этом необходимость. Есть еще фитнес-центр в Краснодаре, в котором есть один корт. Тоже можно поиграть. Рай, Краснодар, в Сочи еще есть одни корты. Ну, вот сейчас мы активно тоже развиваемся. И Республика Адыгея тоже планирует там федерацию. В Ростове сейчас федерация открывается. В Крыму тоже возможно. То есть у нас еще есть такая задача, которая глобальная. Это провести чемпионат Южного федерального округа. Для этого в 4 регионах должны быть федерации. Калории сожжены. И сердце вот прям стучится в груди эмоций. Множество спорта. Действительно классный способ перезагрузиться, пообщаться. Клево провести время. При этом больших навыков для этой игры не нужно. Мест для занятий видом спорта на Кубани становится все больше. Что делать дальше, вы знаете. Встретимся на кортах. Это была программа КМС. Всем пока. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ